От сквозняков и незваных гостей Огромный выбор стальных дверей Отличное качество, низкие цены Приглашаем к сотрудничеству дилеров и оптовиков Стальные двери Империя Вокзальная 3, рынок Мегастрой Павильоны номер 6, 19 и 70 В эфире ежедневный мониторинг происшествий Сегодня в Читинском гарнизонном военном суде Состоялось первое заседание по делу погибшего солдата-срочника Павла Беспрозванных Напомним, не прослужив и пары дней, парень оказался на больничной кровати А спустя еще сутки вышел из окна пятого этажа военного госпиталя Версии самоубийства Павла за эти месяцы озвучивались разные От проблем с сослуживцами до расставания с внезапно появившейся девушкой Однако истина оказалась гораздо страшнее Со слов правозащитника Романа Сукачева Экспертами было установлено наличие у Паши психотравмы Которая в результате усугубилась Попытка суицида случилась еще в части Со второго яруса кровати он попробовал перепрыгнуть через двойной строй солдат Но трюк не удался, что привело парня в госпиталь Именно такой версии придерживается следствие Только об этом факте начмед части почему-то тогда умолчал И сообщил родственникам, что парня госпитализировали с температурой Павла уложили в стационар с диагнозом обострения пилонефрита Который позже переквалифицировали на травмы некриминального характера В отношении начмеда части возбудили уголовное дело За злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжелым последствиям С чем он категорически не согласен Вообще не согласен Потому что данное обвинение, которое мне предъявлено Оно не соответствует, не имеет прямой причины следственной связи В том, что произошло с рядовым беспрозванным Я считаю, что я сделал все то, что на тот момент от меня требовалось То есть, как врач я оказал помощь Представил его в госпиталь, там, где уже осматривали врачи Несмотря на это, от своей правды родственники погибшего Павла отказываться не собираются Процесс же по делу обещает быть долгим, но объективным В этом, по крайней мере, уверена сторона защиты потерпевших Судебным заседанием и как оно построено, и как организовано, мы довольны Суд абсолютно дает высказать свою точку зрения И задать свои вопросы, ну, касаемо предметов Поэтому, в целом, мы довольны, как ночевое слушание по делу Марина Лиханова, Дмитрий Козлов, ЗАП-ТВ Метко перекурили В ночь на 5 октября в одном из многоквартирных домов Борзи раздались выстрелы По звонку выехал наряд полиции Было установлено, что оруженосец – обитатель того же дома Накануне мужчина распивал спиртное в компании приятеля Но во время перекура в подъезде поссорился с ним Хозяин забежал в квартиру, а вернулся уже с ружьем Затем выстрелил в недавнего собутыльника, но промахнулся Теперь стрелок ответит не только за покушение на убийство Но и за незаконное хранение оружия Материалы по факту происшествия переданы в следственные органы Поступил по-свински Сторож из села Доронинское у Летовского района Попытался обмануть полицейских Написав ложное заявление о нападении Он сообщил, что в рабочее время неизвестные напали на него И похитили свинью из подсобного хозяйства Однако в ходе проверки оперативные сотрудники установили Заявитель сам присвоил Хавронию Вместе со знакомым они сначала забили свинью А затем решили подложить ее следствию Согласно сценарию, сообщник связал сторожа и ударил его по лицу Во время опроса оба подозреваемых признали вину Возбуждено уголовное дело А мы напоминаем, если вы оказались в неприятной истории Подозреваете, что попались на уловки преступников Звоните нам Если вы случайно стали очевидцем преступления Или в одиночку боретесь с несправедливостью Не забывайте снимать все происходящее на мобильный телефон Видео приносите или отправляйте в нашу редакцию И получайте гонорар от первого независимого Наш телефон 415107 На сегодня это все До встречи в эфире Берегите себя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова